Здравствуйте! Эфир телеканала ПС продолжит информационная программа «Панорама Севера» в студии Валерия Пуменова. Бюджет Архангельской области на 2015 год принят. Таков главный итог сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня. Ко второму чтению поступило более 40 поправок, но кардинальных изменений в главный финансовый документ по море они не внесли. С подробностями Виктор Кузнецов. Основные параметры бюджета на 2015 год были приняты в первом чтении. Доходы – 56 млрд. рублей, расходы – 63 млрд. Дефицит – 7 млрд. Сегодня на рассмотрение депутатского корпуса была внесена 41 поправка. Более 20 из них – технического характера. То, что с наполнением областной казны туго, признавали все. И те, кто ратовал за корректировку отдельных статей, и те, кто отклонял предлагаемые изменения. Бюджет сверстен так, что практически источники финансирования, но нет лишних расходов на сегодня. На сегодня приняты поправки, которые действительно убедительны. Депутата Савкина о ветеринарах – это правильно. Им надо давно повышать зарплату депутата Анина на подготовку к зиме. Также получили поддержку и предложение по субсидированию пригородных железнодорожных пассажироперевозок и авиасообщений с Мизенью и Лишуконским. Есть у нас момент такой раскрутицы, когда авиационный транспорт является единственным видом транспорта. Поэтому нам необходимо обязательно помочь нашим жителям, зафиксировав тариф. Значит, второе, мы помогаем нашему единственному переводчику, второму авиаотряду. Кроме того, народные избранники вернули некоторые нормы в закон об административных правонарушениях. Суммы штрафов от 1 до 5 тысяч рублей. Под полицейский протокол попадают наперсточники и профессиональные попрошайки. Кроме того... Сегодня возвращаем такой состав, как отправление естественных потребностей человека в общественных местах. Этот вопрос урегулировали и установили административную ответственность. Гадание. Настойчивое такое приставание гражданам. Мы сегодня ввели административную ответственность за данный вид административных правонарушений. Утвержденные поправки укрепят общественный порядок, порядок финансовый и экономический. Однако принятый бюджет депутатам предстоит регулировать, что называется, в ручном режиме совместно с правительством области в течение всего будущего года. Виктор Кузнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В преддверии сессии представители экспертного совета по образованию, который работает при парламенте, провели заседание в стенах интеллектуального центра САФУ. Встреча была приурочена к пятилетию со дня образования совета. 9 декабря экспертный совет по образованию при Архангельском областном собрании депутатов отметил пятилетний юбилей. Цифра небольшая, но за плечами серьезный объем проделанной работы. Более полусотни рассмотренных вопросов и десятки подготовленных предложений и поправок, многие из которых дополнили областные и федеральные законы. Сегодня наш совет единственный вообще в Российской Федерации, чьи полномочия и статус закреплены в базовом областном законе об образовании в Архангельской области. За это время действительно совет зарекомендовал себя как экспертная площадка, где обсуждаются самые сложные и самые, наверное, насущные проблемы сферы образования, которые требуют законодательного решения. Среди приоритетных направлений работы экспертного совета сегодня – разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию областных и федеральных законов в сфере образования. Сегодня совет не отмахивается от решения сложных тем, таких, например, как определение детей в детские сады, решение вопросов, связанных с этой проблематикой, в том числе и разработка законодательных инициатив. Очень внимательно совет относится к тем вопросам, которые связаны с реализацией нового закона об образовании в Российской Федерации. Это не только корректировка и пересмотр локальных нормативных документов, это серьезные идеологические посылы в развитии системы образования в целом. Едва ли не главная тема в ближайших планах работы экспертного совета – обсуждение итогов работы правительства Архангельской области в сфере образования. Все это подчинено главной цели – обеспечить условия для развития государственно-общественного управления образованием. Александр Мамонтов, Руслан Симушин, Панорама Севера. Завтра состоится очередная сессия Архангельской городской думы. При обсуждении главного финансового документа города представители фракции КПРФ внесли в него поправки. Среди них сокращение финансирования бесплатной газеты «Архангельск. Город воинской славы». Его предлагается уменьшить на 80%, что означает фактическое закрытие издания. Своё мнение высказывают горожане, читатели газеты. Газета сохраняет общее позитивное отношение к жизни, но при этом стала площадкой для дискуссий, обмена мнениями и постоянного диалога с читателями. И что самое важное, из номера в номер издание реализовывает концепцию открытости власти мэрии и гордумы. Конечно, я стараюсь брать в живом варианте, в киосках, но если не найду, то в электронном варианте, здесь на сайте есть мэрии, и я её постоянно просмотрю. Алла Сумарокова сегодня в окружении своих любимых церемоночек. У фольклорного ансамбля репетиция. В репертуаре заслуженной артистки России одно из главных мест занимают патриотические песни, как отражение её собственного отношения к родному городу. Все грани его жизни она открывает для себя на страницах газеты «Архангельск. Город воинской славы». Газета интересная, нужная. Столько можно узнать новостей хороших, интересных, полезной информации много. Директор школы народных ремёсел Владимир Бурчевский прекрасно понимает, насколько важен труд журналистов газеты. Они отражают историю и культуру нашего города, русского севера. Мне хотелось бы назвать эту газету «Домашней», если так можно выразиться. Почему? Потому что она более понятна и близка нам, живущим в городе Архангельске. Все вопросы, проблемы, которые у нас возникают в нашем городе. Вот как раз на страницах газеты и раскрывается более, ну что ли, широко, более понятно. На страницах газеты нет криминала и другой негативной информации, которые порой пестрят центральные издания. Зато есть всё, что даёт право называть газету «Народной», самой, что ни на есть, нашей. Главные герои издания – люди, которые живут в Архангельске. Я считаю, я всё это корки да корки. Интересная газета. Пишутся о наших людях, о городе-героях, о городе воинской славы. Газета «Архангельск. Город воинской славы» – не просто социально значимый проект. Это реальное воплощение конституционного права граждан на получение информации о деятельности избранных ими мэра, депутатов Гурдумы и всей системы муниципальной власти. Таково требование федерального закона о местном самоуправлении и, пожалуй, требование времени, когда есть острая необходимость в возрождении традиций патриотизма, обращении к опыту прошлого, сохранении мостика между поколениями жителей города воинской славы. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Наступил самый тёмный период года. А потому вопрос освещения городских улиц приобрел особую актуальность. Итудия электрификации северного округа столицы Поморья у Инды Швецовой. Ночь, улица Фонарь, аптека. Однако блоковский маршрут может завести архангелогородцев куда и похуже, например, до больничной койки. Освещенность улиц городского центра на сегодняшний день выполнена лишь на 67%. Решить проблему полностью пока невозможно. Причина проста. Приостановлена областная программа развития Архангельска как областного центра. А это значительно сократило финансирование системы уличного освещения. Мы приняли бюджет с параметром 10% дефицита. Это уже верхняя рамка. Как эти 67% можно расписать? Основные магистрали, конечно, побольше освещены. Примерно там три четверти от норматив. Ну и дворы, внутренние проезды, переходы между домами, между микрорайонами. Там, конечно, в среднем каждый второй фонарь горит. Это около 50% освещенности. Самым проблемным по освещенности стал Северный округ. Около тысячи опоры 30 километров линии уличного освещения микрорайона первых пятилеток в середине двухтысячных были проданы частным организациям. Именно они привели поселок к бедственному состоянию. Чтобы отказаться от услуг недоброкачественного монополиста и обеспечить жителей Северного округа уличным освещением, мэр Виктор Павленко принял решение о строительстве новых сетей. На эти цели из городского бюджета было выделено 22 миллиона рублей. В Северном округе смонтировано более 15 километров воздушных линий наружного освещения. Установлены новые саморегулирующие светильники, которые позволяют снизить затраты по электроэнергии до 40%. Светлее стало и на прилегающих школам и детским садам участках Северного округа. На территории 12 учреждений социальной сферы были смонтированы 96 фонарей. Мы очень ждали, когда будет освещение, потому что ходить было невозможно. С работы поздно все время возвращаемся. Поэтому очень было страшно и за себя, и за детей. Мы очень-очень благодарны. Городские власти уверены, с проблемой уличного освещения в Архангельске одним им не справиться. Необходима поддержка на областном и федеральном уровнях. Хорошим подспорьем может стать и опыт других регионов. Например, Тулы, где вопрос освещения решили с помощью привлечения банковских структур и в ней бюджетных средств. Инга Швецова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Так утверждает всеобщая декларация, которая была принята 10 декабря 1948 года. Знают ли свои права архангелогородцы? Узнаем из традиционного опроса. Право на что-то, это такое, общество, это большое такое понятие. Это право и на жизнь, право на любовь. Это все, мы имеем право на это, правда? Мне больше интересна, наверное, обязанность, то, что я должна, чем больше права. То есть, не знаю, где я права свои защитить могу. Наверное, у нас люди в основном обязаны, чем защищать свои права. Во-первых, чтобы это было медицинское обслуживание на уровне, это раз. Потом ЖКХ, тоже чтобы было на уровне, правда? И это здоровый образ жизни для всех пенсионеров. У нас свои права, что вот я свободно гуляю, свободно живу, все равно все хорошо. Ну, право на, вот, согласно Конституции нашей, на образование, на здравоохранение, на обеспечение всего, на соблюдение прав человека. Право человека, прежде всего, это право на жизнь, которое подтверждает сейчас события на Украине и вообще во многих местах мира, которые сейчас происходят. Коротко о главном. Далее в эфире дайджест наиболее интересных новостей дня. В штатах были рассмотрены изменения тарифов на пассажирские перевозки. По прогнозам, в следующем году стоимость воздушных, водных и автомобильных перевозок поднимется на 5-6%, а железнодорожных – на 15%. Что касается громкой темы повышения стоимости проезда общественным автобусным транспортом, то цена билета, скорее всего, вырастет до 20 рублей. И это при том, что перевозчики просили поднять стоимость до 24-х силковых. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, тарифы на ЖКХ в Архангельской области изменятся с 1 июля. С начала года платежи останутся в прежних финансовых рамках. Большинство тарифов пока не установлено, но уже известно, что введение так называемой социальной нормы потребления электроэнергии перенесено на 2016 год. Подарить праздник может каждый. Центр профилактики социального сиротства Архангельского областного института открытого образования организовал акцию «Самый добрый календарь». Воспитанники Цегламенского детского дома стали его авторами. Приобрести календари можно по адресу проспект Новгородский, 66. Вырученные средства будут направлены на покупку подарков ребятам из Цегламенского детского дома. В январе 1994 года в Новодвинске был освящен первый православный храм – Покровский. 20 лет спустя в Доме детского творчества открылась выставка «Влагому делу жить века». До 27 декабря ее посетители смогут познакомиться с историей зарождения и развития Новодвинского прихода. Ой, молодой парень! Все, наверное, смотрели его, да? Помните? Значит, какой-то щавой, высокий. 1993 год. Игумен Александр сразу покорил горожан своей простотой и неиссякаемой энергией. Благодаря ему в нашем городе был организован православный приход. На выставке «Благому делу жить века» отражены все этапы его развития. Руководство города выделило на улице фронтовых бригад временное здание для прихода. Вскоре был построен Покровский храм. На выставке можно увидеть фотографии освящения колокола Покровского храма, а также познакомиться с номерами газеты «Приходской вестник». Кстати, это печатное издание стали выпускать в 1998 году. В это же время был открыт музей церковной культуры. В 1999 году началась работа по установке железобетонных свай под фундамент нового храма. В 2006 году епископ Тихон осветил свято-духовский храм. За короткий срок в городе было построено два храма. Мне нравится то, когда человек, принимая участие в том или ином действии, независимо от того, большое это мероприятие или нет, самое главное – испытывать удовольствие. Я вот сегодня смотрел на прихожан в возрасте и знаете, что подметил? Именно у них вот это в глазах светится. Она смогла, она приняла участие. Не гордится человек, что делаем, а именно радуется, что удалось. Выставка «Благому делу жить века» продлится до 27 декабря. Посетить ее можно в рабочие дни Дома детского творчества. Накануне страна отметила День Героев Отечества. Этот праздник был установлен в 2007 году. Выбор даты обусловлен тем, что именно 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца. Праздничную дату в столице Поморья отметили концертом, который прошел в Архангельском городском культурном центре. На сцене танцы, песни военных лет и, конечно же, обжигающее художественное слово. В зале ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Одним словом, все те, кого по праву можно назвать Героями Отечества. Благодаря подвигам каждого из них, ровно пять лет назад Архангельску было присвоено высокое звание «Город воинской славы». Здесь очень много людей, которые прошли труднейшими дорогами войны. Мы привыкли говорить об этом только в День Победы, но у нас город такой, что они свои награды скрывают плащами, водками, пальто. Люди старшего поколения – это история города Архангельска. Это те люди, которые по праву стискали огромные авторитеты и уважины. Среди гостей праздника – труженик тыла Юрий Буддеев. Великое Отечественное застал его 13-летним мальчишкой. Мы участвовали во всех перипетиях, которые вложились на город Архангельск во время войны. То есть и бомбёжки, и всё, что это мы всё проходили. Участвовали в караванах, разужали караваны, понимаете ли, и тем самым способствовали положению города Архангельска как прифронтового города. Для Архангела Городца Андрея Пятина великие подвиги дедов и прадедов в годы Великой Отечественной – лучший пример беззаветного служения своей отчизне. Сам он проходил службу в пограничном отряде на Северном Кавказе. «Наряды, и ночные наряды, и секреты. Ты всё ходишь, не высыпаешься, голодать приходилось. Погода не лётная, продукты не привезут на вертолёте. То есть вертолёт не летит. Тяжело, в общем. Есть слова такие из фильма. Есть такая работа – Родину защищать. Мы отдали честь, долг Родине с честью». В Архангельске большое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В столице Поморья активно развивается кадетское движение. В 74 кадетских классах городских школ обучаются 2000 северян. «Я считаю, это праздник всех защитников Отечества. Конечно, мы вспоминаем нашу тысячелетнюю историю и Невское сражение, и Куликово поле, и, конечно же, нашу Новодвинскую крепость, потому что это всё наша история страны. Но самым массовым подвигом, конечно, это Великая Отечественная война, участниками и победителями которой вы являетесь. Огромнейший вклад города Архангельска в Великую Победу и пять лет назад указан президентом Российской Федерации нашему городу присвоено высокое звание «Город воинской славы». Это оценка нашего города и его огромнейшего вклада в победу над фашистской Германией. Это ваша награда, уважаемые ветераны. Праздничный концерт в День Героев Отечества в городском культурном центре – это дань памяти всем погибшим и знак уважения тем, кто продолжает нести свою трудовую вахту, на подвигах и опыте которых воспитывается молодой Архангельск. Инга Швецова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Рубрика «Открытый город» традиционно поведает о самых интересных событиях столицы Поморья, которые объединит своей телепрограмме «Канал ПС». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. Мы продолжаем следить за играми «Водника». 12 декабря в 19 часов состоится прямая трансляция со стадиона «Труд», где пройдет матч чемпионата России по хоккею с мячом. Архангельский «Водник» принимает в гостях иркутскую «Байкал Энергию». Спортивный эфир продолжит полуфинальные матчи Кубка Архангельской области по волейболу среди мужских и женских команд. 13 декабря в 12 часов смотрите прямую трансляцию из детской юношеской спортивной школы номер один. Для любителей бильярда 14 декабря в клубе «Жеглов» пройдет чемпионат Архангельской области по динамичной пирамиде. Одно из самых зрелищных игр в русском бильярде. Начало прямой трансляции в 12 часов. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 63 97 20. Откройте город вместе с нами. Спортивную жизнь столицы Поморья раскрасил матч чемпионата России, в котором архангельский водник принимал команду «Сканевтянник». Матч выдался упорным и зрелищным. Потерпев три поражения, на выезде водник опустился на девятую строчку чемпионата России, поэтому желтозеленые сразу после стартового свистка судьи пошли в атаку. И уже на четвертой минуте матча Евгений Леонов открыл счет. Но дальневосточники еще до перерыва трижды огорчили северян. Кстати, в конце первого тайма предметом спора команд стал незащитный гол в ворота армейцев, который судьи отменили. Во второй половине встречи снег перестал идти, и водникам удалось переломить ситуацию усилиями Александра Антонова и вновь Евгения Леонова сравнять счет. В итоге и боевая ничья 3-3. Играли так же, продолжали, просто лед стал немножко получше, появилась возможность комбинировать. Я думаю, что и штрафной удачно зашел, повезло нам где-то. И они также забили больше за счет везения голы. Я думаю, что за счет закономерности играли 3-3. Будем двигаться дальше. Дальше водник ждет в гости Иркутскую «Байкал Энергию». Матч состоится в пятницу 12 декабря на стадионе «Труд». Начало встречи в 19 часов. Изменения курса валют в последнее время становятся пугающими. К сожалению, эта динамика не изменяет своего направления. Далее о том, каковы сегодня позиции рубля на валютном рынке. По данным Центробанка России, 11 декабря евро достиг 67 рублей 19 копеек, а курс доллара 54 рубля 28 копеек. В воздухе уже витает новогоднее настроение, поэтому желаю вам волшебного вечера. Далее в эфире программа «В центре внимания». Сегодня у нее в гостях начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Архангельска Андрей Лебадуллин. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова